Как лечить и лечение зубного налета? Как лечить и вылечить псориаз? Псориаз является одним из наиболее распространенных всех кожных заболеваний, а также очень трудно вылечить. И мужчины и женщины в равной степени страдают от этого состояния. Псориаз обычно появляется от 15 до 30 лет и останется на всю жизнь. Однако это условие может контролироваться псориаз природного лечения. Слово псориаз происходит от греческих слов, называемых псоро, что означает «чесаться». Это хроническое заболевание является незаразным и происходит, когда иммунная система посылает неверные сигналы, которые вызывают рост клеток кожи. Оба генетика и иммунная система играют важную роль в развитии этого заболевания. Он продвигается из-за травм кожи, определенные лекарства, которые вызывают заболевания, и стресс. Обычно в организме здоровых людей клетки кожи растут в течение месяца. Новые клетки образуются в коже и после того, как в течение 28 до 30 дней, они делают свой путь к верхней части кожи. К этому времени старые клетки кожи умирают обычно из-за тирки и душа. Люди с диагнозом псориаз, однако, имеют разный жизненный цикл кожи. Весь процесс кожи происходит с 4 до 5 дней, так как иммунная система посылает неправильное сообщение. Таким образом, мертвые клетки кожи выталкиваются на поверхность кожи. Пораженные участки являются зуб и раздражение. Тяжелыми формами псориаза бляшки. Лечение. Псориаз лечения преследует следующие цели. Прекратить клетки кожи отрастет так быстро, что уменьшает образование зубного налета и воспаления. Удалите шелуху и разглаживает кожу, что особенно верно для местного лечения, которые применяются к вашей коже. Псориаз лечения можно разделить на три основных типа – местного лечения, свято-лечения и системные препараты. Процедуры делятся на три категории. Актуальные кремы и мази, которые применяются к вашей коже. Света лечения. Ваша кожа подвергается воздействию определенных видов ультрафиолетового света. Системные, устные и вводили лекарства, которые работают по всему телу. Местное лечение. Местное лечение, как правило, первые процедуры, используемые для легкой доумеренной псориаза. Эти кремы и мази применяются к пострадавших районах. Некоторые люди считают, что местные методы лечения все они должны контролировать свое состояние, хотя это может занять до шести недель до того, что есть заметный эффект. Мягчительные. Смягчающие средства являются увлажняющие процедуры, применяемые непосредственно к коже, чтобы уменьшить потери воды и покрыть ее защитной пленкой. Стероидные кремы или мази. Стероидные кремы или мази, актуальные картикостероиды, широко используются для лечения легкой доумеренной псориаза в большинстве областей тела. Лечение работает путем уменьшения воспаления. Это замедляет производство клеток кожи и уменьшает зуд. Каменноугольный деготь. Бетун представляет собой густую, тяжелую нефть и, вероятно, самым старым методом лечения псориаза. Как это работает точно неизвестно, но он может уменьшить весы, воспаления и зуд. Системичс. Системные препараты являются отпускаемых по рецепту лекарств, которые принимаются в устной форме или в виде инъекции и работы по всему телу. Они, как правило, используются для лиц с умеренной до тяжелой псориаза и псориатического артрита. Святолечение. Фототерапия или светолечение, включает в себя подвергая кожу воздействию ультрафиолетового света на регулярной основе и под наблюдением врача. Процедуры проводятся в офисе или псориаз клиники врача или дома с блоком фототерапии. УФП-фототерапия. Ультрафиолетовая ИБ, УФП, в фототерапии используют длину волны света, который невидим для человеческого глаза. Свет замедляет производство клеток кожи и является эффективным средством для лечения некоторых типов псориаза. Псоралин плюс ультрафиолетовое ОА, ПУВА. Эта процедура может быть использована, если у вас есть серьезный псориаз, который не ответил на другие обращения. Побочные эффекты лечения включают тошноту, головную боль, жжение и зуд. Комбинация световой терапии. Сочетание фототерапии с другими методами лечения часто повышает его эффективность. Некоторые врачи используют УФП-фототерапию в комбинации с каменноугольной смолой, как каменноугольной смолой делает кожу более восприимчивой к свету. Системное лечение. Эти препараты могут быть очень неэффективны при лечении псориаза, но все они имеют потенциально серьезные побочные эффекты. Все системные методы лечения псориаза имеют преимущество и риски. Перед началом лечения.